Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Культура и город. Как взаимосвязаны эти два определения? Что такое городская культура? Как с помощью культуры создать гармоничную городскую среду обитания? Что включает в себя культурный потенциал города? Об этом и не только поговорим сегодня с известным продюсером Артуром Сухих. Добрый день! Начнем с такой темы. Чем измеряется культурный потенциал города? Количеством музеев, квадратными метрами кинотеатров, числом посадочных мест в этих театрах и кинотеатрах, количеством умных людей, тех или иных учреждений, связанных с культурой. На взгляд человека, который напрямую связан с определенной частью культуры. Ну да, больше в продажах культуры, скажем так. Потому что лично я не считаю, что я что-то создаю. Я провайдерствую между покупателем и товаром, скажем так. Ну, посредничество можно назвать. Культурное посредничество, да. Скорее всего, так это по-короткому если ответить, наверное, все-таки эти опции, которые были перечислены в площадках, в кинозалах, в библиотеках и так далее, это следствие потребления. Город – это, конечно, городское население. А городское население – это, конечно, критическая масса занятых в промышленном производстве. Если мы, те, кто начали свою деятельность в Советском Союзе, понимают, где мы находимся по отношению к тому, что было. Я сейчас не про ностальгические нотки, а про то работающие фабрики и заводы. При всем том, что Молдова всегда озвучивалась как аграрная республика, то никто не будет спорить с тем фактом, что в советское время это было высокое интеллектуальное производство в городах, наполненное. В каждом районе города Кишинева огромнейшие предприятия, цеха. Соответственно, трудозанятость на производстве людей, инженеров, высококвалифицированного рабочего класса, это и создает спрос на развлечения, на отдых, на культуру. И вот там, на самом деле, все отсюда. А если учесть, что у нас за последние 20-летия город прирастал за счет преимущественного села, а промышленное производство скатилось к точке нуля, ближе, то, соответственно, говорить о том, что у нас есть большой спрос на потребление культуры, скажем, такого продукта, то тяжело об этом говорить, конечно. Просто в порядке вещей было не меньше, чем раз в месяц ходить на какой-то спектакль, представление, творческий вечер человеку, работающему на фабрике-заводе. То есть это была интеллектуальная элита, скажем, которая потребляла это. Соответственно, все, кто тогда что-то делали, могут вспомнить, как приезжали серьезнейшие трупы на гастроли на неделю. Чтобы мы сейчас такое могли себе представить, что серьезная трупа с декорациями приезжает и дает в театре каждый день новый спектакль. Это невозможно, чисто экономически. Мы не можем больше одного зала собрать на какой-то звездный состав. Вот оно все отсюда, на самом деле. То есть это чисто про рыночную плоскость, говорю. Но, конечно, там есть уже другой аспект. Это роль государства, социальная история, субсидии и так далее. То есть вот это уже немножко другая история. Но вот если сравнить наш Кишинев с другими городами, будем говорить, стран постсоветского пространства удавалось проводить какие-то параллели? Ну, я думаю, что по аналогии мы, по-моему, ближе всего можем сравниться с Вильнюсом и с самой республикой, с Литвой. Потому что по количеству населения мы идентичны. По количеству граждан столицы мы тоже идентичны. И по количеству выехавших за пределы с целью заработка мы тоже очень близки. То есть работоспособное население, ищущее себе применение, но в любимой доле уже давно перебралось в поисках лучшей жизни, скажем. Вот тут мы очень похожи. Единственная разница между странами Балтии, это все-таки как-то традиционно европейское, так скажем, шоу-элита воспринимает эти страны как максимально приближенные к европейскому маршруту. И они всегда входят в гастрольные туры любого большого артиста. То есть количество афиш серьезных артистов мирового уровня там несравнимо, конечно, выше. Ну и, конечно, скорее всего, покупательная способность тоже. В советское время часто любили говорить о том, что Кишинев в каком-то виде, в каком-то виде, скорее всего, воспринимался как определенная культурная столица. Ведь даже вот такой пример, как наша главная типография Кишиневская, издавала, как правило, первыми тиражами литературные бестселлеры, которые появлялись на советском пространстве, когда появлялись первые переводы западных книг. И любого человека, который потреблял печатную продукцию, можно спросить, они все подтверждают, что они помнят издательство. Да они гонялись за этими новинками. Издательство, тиражи и так далее. Да, Молдавия производила здесь вот этот продукт. Впечатление культурной столицы. Не то, что впечатление, а по факту так и было. По факту так и было. Знаете, работающий зеленый театр в 6,5 тысяч вместимости. Это очень большая площадка. Он один из, походу, крупнейших на постсоветском пространстве. Сейчас как римский амфитеатр. Тоже есть объяснение, да. Тоже есть объяснение этому всему. И тут как бы ничего, как говорится, непонятного не происходит. Все очень прозрачно. Вот у нас цирк. Известная история. Знаете, ситуация изменилась. Мы не можем войти в ту реку. Но элементарно у меня двоякие чувства. С одной стороны, я преклоняюсь перед этой инициативной группой, скажем, иногда фанатиков, которые хотят его возродить. Реанимировать. Да, реанимировать. Но есть объективные вещи. Например, любой, хоть как-то сталкивающийся с цирковой культурой, или с этим цехом, скажем, знает, что сложно привозить программы, скажем, завозные, не нашего производства, на площадку, где у стационарного цирка нет своей гостиницы. То есть она вообще-то была, но ее почему-то продали. Тихо, под шумок. То есть цирк-то сам разграблен, а гостиница продана. Опять же, очень обычная и прозрачная на сегодняшний день. Туманная, но все-таки для нас все прозрачная история. А это индустрия. Цели и задачи. Ты не можешь оптимизировать затраты, если ты будешь расселять на месяц условно трупу из 80 человек в обычный отель. Это не получится экономике. Даже вот на этом пункте затрат уже не получается. То есть я как бы немножко отхожу от темы... Но это та история, о которой люди меньше всего задумываются. То есть у нас же как? У нас любой любит посчитать, сколько мест в зале умножает калькуляторами, получает прибыль организатора. Не имея вообще никакого представления о том, что такое затраты. А я вам хочу сказать, что я так и отслеживаю рынок. За последний год я особо не могу припомнить ни у меня, ни у коллег по цеху прибыль от устроения гастролей. То есть вот такая история на самом деле. Беда-беда с покупательной способностью. Сегодня получается так, что больше привозят звезд в Молдову. Или есть возможность устраивать гастроли молдавским звездам? Ну, это уже другая деятельность. Импрессариат. Ну, как бы получается так, что большие артисты сами занимаются своей судьбой. Понятно. То есть как бы времена филармонии закончились, когда творческие единицы были приписаны к площадке той или иной, где были прописаны нормативы, акты, сколько можно платить кому. Это давно уже закончилось. Гастрольные планы. Понятие, сколько стоишь, можем заплатить, не можем заплатить. То есть как бы сейчас все стало менее запланировано. То есть сейчас гораздо больше нужно делать трудоусилий. И с выездом как бы ситуация посложнее в том плане, что большие нужно вкладывать деньги в продвижение для того, чтобы тебя за пределами Молдавии вообще это заметили хоть чуть-чуть. Те, кто успели это сделать, грубо говоря, вот как коллектив из общей сдоб, я считаю, что они счастливчики в том плане, что их активность совпала с периодом, когда еще как таковой шоу-бизнес не состоялся вообще даже в России. И тогда можно было это все делать на, скажем так, пацанско-человеческих отношениях. По принципу «свои ребята хорошие» и так далее. То есть кто-то кому-то шепнул на ухо. Я думаю, что такой феномен бы, допустим, не произошел уже в 2005-2006-2007 годы. Это было бы уже невозможно. Там начали работать совершенно другие механизмы взаимных интересов, бизнес-отношений, скажем. Я вот задал вопрос о том, что, то есть начал такую тему, какой была Молдова в прошлом и каким был наш Кишинев. Я сейчас чувствую, что мне не хватает бороды седой. Да, нет, неспроста. Но мы люди, в общем-то, уже чуть-чуть взрослые. Чуть-чуть, да, уже можем считать себя взрослыми. Есть что вспомнить. И вот не зря начал эту тему, еще и потому, что хотелось бы сравнить, провести какую-то параллель. Вот сегодня, что составляет, на твой взгляд, культуру Молдавской столицы? Из чего она состоит? Есть ли таковая и есть? Из чего складывается сегодня культурная жизнь? Вот какой она тебе видится? И второй вопрос. Какой бы она хотелось бы быть? Ну, допустим, если вернуться к тому же цирку. Я часто дискутирую с людьми, которые все-таки пытаются что-то там сделать. Если меня спросят, востребован жанр, да, жанр востребован. Упираемся в вопрос, какой ценой. Если государство хочет все-таки возродить цирк, не просто как здание, как всю инфраструктуру и дать платформу для деятельности коллективов, местных артистов, привозных, то тут нужны немалые субсидии. Потому что надо посчитать емкость, покупательную способность молдавского зрителя. Надо посчитать экономику, насколько есть целесообразно завозить программы хорошего качества на эту площадку. И сколько этот рынок потребит в количестве. Ну да, насколько способна программа жить. Месяц, да. Сколько программа сможет отжить на этом рынке. Но я однозначно уверен, что если государство не сможет субсидировать эту площадку, дабы не брать аренду за ее эксплуатацию у приглашенного артиста, билет не выйдет доступным никак. То есть вот такая история. Мы помним времена, когда еще в 90-х годах наши дети бывали. Наши дети, да, мы бывали. Мы как дети бывали. Да, и мы как дети. Но я имею в виду 90-е годы, все-таки годы современной сегодняшней демократической Молдовы. И церковые представления проходили. И привозили достаточно сложные группы. Это не были только лишь акробаты и жонглеры. Там были и животные. И морские были. Я общался с человеком, который проводил последние гастроли серьезной труппы в этом цирке. Человек привозил с собой рефрижераторы с морскими котиками. То есть человек привозил крупных животных, скажем. Высокотехнологичную программу со своим оборудованием, звук, свет. Человек владел своим личным... А живой оркестр, который стоял всегда там, антресолы. Это закон жанра. Ситуация изменилась. Понятно, что никто уже стадион не собирает. Алла Борисовна в 87-м году лета 10 дней подряд собирала республиканский стадион. И так это она делала во всех столицах союзных республик в течение всего лета. В Молдавии это был 20-тысячник, в Белоруссии 45 тысяч и так далее. И вот так по 10 дней заезжала труппа ее коллектив, театр, как она называлась. То есть 10 дней собирали стадион. Да. Но билеты стоили от рубля до трех. То есть в той системе координат это подъемно было. Или вот эти истории про группу Ласка и Майк, которые чемоданами и мешками кэш собирали. То есть люди охотно могли попрощаться с червонцем даже за супер дорогие. А полтора, два, три рубля это вообще как бы было так очень спокойно. Карманные расходы. Да. Сейчас это уже на сегодняшние деньги переведи это 10-20 долларов. А 10-20 долларов в зарплате в месяц это какие-то существенные деньги. Вот и система координат изменилась напрочь. Я вижу одних и тех же людей в залах. Вот понимаете, на самом деле покупателями развлечений в интертейменте является 1500-2000 человек на республику. Плюс она очень раздроблена по, скажем, языковому вопросу. У нас есть группа людей, которые воспринимают только, скажем, румыноязычную историю. Также есть группа людей, которые воспринимают только русскоязычную историю. Дальше есть категория, которая воспринимает и ту, и ту. И как-то в советском имене такого не было вообще деления. Вот так она сегодня реалия такая. Поэтому получается, что мы раздроблены и по этому вопросу, и по деньгам. То есть я лично считаю, пытаюсь сделать все для того, чтобы так создавать проекты, чтобы цена все-таки была ниже, 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 ниже. Но для того, чтобы ее обеспечить ниже, ниже, нужно искать новые технологии. Но делать надо все равно, потому что, если сегодня представить себе, что ничего не будет происходить, то я считаю, что назвать это уже даже городом будет сложно. То есть, в принципе, сегодняшний уровень городской культуры, конечно, оставляет желать лучшего. А что бы хотелось, чтобы происходило в нашем городе, ну кроме цирка, конечно, чтобы можно было вернуть Кишиневу ощущение, ну если не культурной столицы, то во всяком случае место, где есть очаг культуры. Я думаю, что класс чиновников, которые занимаются этой проблематикой, должен входить в более тесный диалог с инициативными группами, у которых достаточно идей. И, по крайней мере, я вам скажу, по моему опыту, даже не всегда деньги нужны. Просто нужно, а, не мешать, и административно даже помогать в тех вопросах, где это не стоит даже финансов. И надо давать возможность расти различным жанрам. К сожалению, мое мнение, что такой проект, как Пешеходная улица, не состоялся. Потому что Пешеходная улица, это не просто физическое тело, это жизнь. Жизни нет. Если спросить сегодня владельцев кафе и прочих вот этих фудкортов, заведений на этой улице, то с запуском ее по факту они потеряли. Вопрос почему? Казалось бы, должно быть. Вы сделали улицу для того, чтобы она была в трафике, а там трафика нет. Сегодня эту улицу пересекают только те люди, которые вынуждены ее пройти на работу. Но она не стала ни туристической и так далее. Потому что нет инфраструктуры, ведь хочется добраться, например, на автомобиле до центра города, где-то припарковаться, посидеть, побеседовать с товарищем, с друзьями в кафе. А получается, там негде ставить автомобиль. А у нас народ так привык к колоссам. Не докачали. Я не знаю, какая там задача. У меня ощущение, что просто кто-то кому-то сказал, что в городе должна быть улица пешеходная. И вот просто ее каким-то образом нашли, вот этот кусочек, покопали, наверное, как-то историю немножко города. И сказали, вот тут, наверное, она хорошо ляжет. Но для того, чтобы она состоялась, надо создать много инфраструктурных моментов. К сожалению, не получилось. И я считаю, проблемой от того является отсутствие комплексного подхода. То есть ее просто хотелось быстро запустить пешеходную улицу. А что вокруг этой пешеходной улицы должно еще произойти, не до конца досчитали. Получился такой некий пиар. Ну, наверное, да. Кто-то захотел поработать над этим вопросом. И я как бы не знаю, как система принятия решений всех, да, то есть как происходило это. Но вот так человек себе увидел, что она так должна быть. Но по факту, я думаю, что даже автор этой идеи не подпишется под мыслью, что это случилось. Это не случилось. Потому что я вам скажу, что сегодня есть пара улиц, которые просто достаточно перекрыть, поменять движение транспорта. И они больше имеют шанс стать, по факту, пешеходными улицами, чем то, что мы получили с инвестициями, скажем. Ну, здесь ведь надо над всем всегда думать. Я вот знаю такой пример. Когда создавал академик Федоров, известный... Афтельмолог. Да. Афтельмолог создавал свой институт. Перед зданием института, уже когда начали работать, проводить операции уникальные, вот этих каруселях, был сквер, дальше где-то автобусная станция, чуть дальше станция метро. И к нему подошли строители и говорят, как бы нам распланировать, чтобы быть дорожки. Он говорит, ничего не делайте. Вот люди сейчас как протопчут дорожки, вот так вы их заасфальтируете, и так вот в этих промежутках мы посадим деревья. От человека идите, да. Вот такой подход был. Это история немецкого подхода. То есть давайте не будем делать два раза дурацкую работу, люди сами нам покажут, что надо делать. И такое получилось там лучами от здания. И я вам хочу сказать, что по факту-то мы счастливчики в плане советского наследия. Потому что немногим республикам повезло иметь такого, как покойного Ивана Ивановича Бодила, который много сделал для того, чтобы в этой республике были все объекты культурной жизни, да, то есть при нем сделаны. И я только себе могу представить, допустим, вот такие моменты, как, вот если про гадостроительство сказать, вот представим себе, что не успели бы при Советском Союзе построить виадок. Все. То есть это просто... Можно представить, что было бы в районе ЖД вокзала. Я просто помню, что было в советское время во время ЖД вокзала. При советском трафике, так сказать. Да, при том трафике. Это города бы просто вот в этой части, его бы не существует. Это просто идиотизм был бы. Успели, спасибо. Проспект Мира, дача. Честь и хвала архитектурной группе, которая сделала ее вот с четырьмя полосами. Одна из немногих улиц, на которой нету пробок. То есть предусмотреть настолько времени вперед, что вот эта пропускная способность как раз актуальна. Мы зацепили еще такой момент, ведь был задуман такой проект, как продление Измаильской улицы, расширение. И вот одна часть была выполнена, мне кажется, довольно успешно в начале 90-х. Но это вот отголосок тех советских 80-х, когда были сконструированы эти карманы для общественного транспорта. То есть то, чего нет ни на одной сегодняшней части. Ну вот я недавно нарвался на сюжет по Москве, а также в прошлом году погулял немножко по патриаршам. Все, что мне раньше не нравилось, я просто сейчас прозрел, как говорят. Потому что то, что власти Москвы сделали с центром историческим, это «Снимаю шляпу» называется, потому что это грандиозно. И я недавно посмотрел сюжет о запуске проекта по Лубянской площади. Вырвал проект, человек, который по миру создавал аналогичные проекты. Вот я что-то не припомню, что в Молдавии международные специалисты привлекались для того, чтобы какой-то микрорайон правильно воссоздать. А история о том, что ничего не сделаешь, потому что у нас памятники архитектуры, ну пожалуйста, поезжайте в Испанию, в исторический центр, где вдруг на центральной площади я заезжаю на машине под площадь, и современные все технологии, связанные с паркоматами и так далее. То есть, спокойно выходишь из этого многоярусного паркинга, сразу на рынок, еще куда-то. Все делается на самом деле. То есть, в принципе, придумать-то ничего не нужно. Все технологии уже изобретены даже для таких небольших городов, как наш. Опять же, Дубай. Понятно, что тяжело сравниваться, потому что город, построенный 35-40 лет в песке, в пустыне, тяжело сравнивать с нами. Но, вот такой пример, допустим, решили запустить монорейс. Посчитали, что в той конфигурации, как они город выстроили, необходима такую еще единицу общественного транспорта, как монорейс. Но купили же не просто поезд, купили под ключ технологию. То есть, производитель данного концепта предоставил под ключ станции всю технологическую цепочку. Подвижной состав, вход, выход. Там люди платят по факту проехавших остановок. Куча чипы считывают деньги. Допустим, в советское время до военной было заложено метрополитен. Там у нас система, если вы помните, в Москве и в других городах, это зашел-вышел и катайся. Здесь же по факту высчитывается у тебя за количество проехавших остановок. Тоже достаточно лояльно. Но это высокотехнологичная история. Так я к чему пример привожу? Что власти не сказали, дайте нам паровоз. Компания выиграла тендер, которая сказала, вот вам решение для вашего города. Те говорят, окей, пожалуйста, создайте это от начала до конца. С остановками, со всеми делами. У нас же там делается тендер, 5 остановок установили, и потом непонятно, кто их поддерживает. Да их, мне кажется, не поддерживает. А я больше скажу про культуру. Вот есть одна остановка. Как же эта улица? Я ее знаю, как Садовую. Матеевич. Матеевич, с Коголничану поднимаешься, на Матеевича, я даже не знаю, как этот кусочек называется, там как бы от этого музея этнографии, скажем, кровеческий раньше назывался, в сторону американского посольства подниматься. Или Бандулевского Бадони. Да, там, если вы помните, по советским временам люди в шахматы играли, там какие-то еще и настольные. Там был дневной кинотеатр, дальше уже. Так вот, остановка находится в разрушенном состоянии. В каком-то состоянии находятся типа столы для игры в шахматы. По факту это парковая инфраструктура. По факту у этого всего есть хозяйствующий субъект. Там даже в этом скверике Тир был когда-то. Да, по тем временам это была такая развлекательная история парка. Приходят люди и говорят, мы хотим, вот презентация, пожалуйста, мы хотим за свой счет создать тут некую инфраструктуру, которая ничего не меняет в парке, ни одного дерева не трогает. Но в рамках вот этой инвестиции остановка будет выглядеть вот так, мы ее будем поддерживать. И на территории вот этого, там, одной сотки земли будет временная конструкция установлена социального назначения. То есть, как бы, для людей, как бы, сервис. Все хлопают в ладоши, говорят, да, супер вообще идея, обалденная, да. Да, но есть проблема. Мы не можем сдать в аренду без тендера. И замкнутый круг. А больше никто не собирается участвовать в этой зате. Ну, как бы, с этой историей никто не приходит. То есть, и вот получается, что у нас, как бы, так все устроено, что, как бы, все правильно. Но и то, что мы видим, не может радовать глаз. А это тоже к вопросу культуры. То есть, эти остановки, это, простите, но, какие остановки, слушайте, если хочешь узнать, чем живет город, идешь на базар. То есть, в Испании люди на базар ходят покушать. Я мало видел людей, которые бы хотели пойти на базар покушать. Потому что, когда ты заходишь на базар, не надо быть очень продвинутым человеком, чтобы за километр увидеть коррупционные схемы. Мы тут, вроде говорим, у нас там трудолюбивый народ, все прекрасно. Но ты на базар заходишь, и ты понимаешь, как все устроено неправильно. То есть, это не место встречи людей, это какая-то передовая. Это война. Какой-то сюда бороться за цену, и за то, чтобы пройти их более-менее качественному товару. Рынок, он так устроен, но это задача местных властей, организовать качественно тот контакт между продавцом и покупателем. Вот этот вопрос, при том, что у нас же заложены в каждом микрорайоне по рынку. У нас центральный в ужасном состоянии, а про микрорайоны я вообще не говорю. Когда заходишь на Алешинский, и между ларьками натянуты полиэтиленовые пленки от дождя. Но это только в фильмах про плохой Китай. Вот и получается, что культура, это такое многоплановое, многоемкое понятие. Это не только, так сказать, наш разговор по этому перешагнул за границей обсуждения жизни. Это все оттуда. Ну хорошо, вот едешь в теплый выходной день, субботу, воскресенье, по пригородным дорогам. И в пару метрах люди кушают в пыли. И детишки бегают. Это напрямую связано с культурой. Прервемся на короткую рекламу и продолжим буквально через пару минут наших разговоров. Реклама. Телеканале Акчин ТВ. Многим не нравится то, что мы пишем правду. Это факт. Но она обязательно должна дойти до читателя. Это наш главный аргумент. Аргументы и факты. Достоверно о главном. Субтитры делал DimaTorzok Твои товары должны продаваться у нас. Коммерческий центр «Град» предлагает выгодное решение для тех, кто хочет серьезно заняться коммерцией. Только у нас аренда торговых площадей от 10 евро за квадратный метр. Расположенный в самом центре столицы напротив центрального автовокзала, коммерческий центр «Град» обеспечивает обильный поток посетителей. Центр «Град» имеем все необходимое для выгодной и безопасной торговли. Наш адрес – Тигина 46. Звоните 022-272-773 или 0799-56100. Для здорового хозяйства, consumайте минимум 2 литра воды. Продолжаем программу «Градская среда». У нас в гостях продюсер Артур Сухих. Мы говорим о культуре. Но разговор о культуре наш перешагнул темы, связанные с жизнью артистов, с жизнью продюсерского цеха. И понятно, что культура – это все, к чему мы соприкасаемся практически. Как это происходит. Ведь общение чиновника и простого человека – это уже тоже где-то на уровне культуры. То есть как оно проходит, и понятен уровень культуры. И сегодня, я так понимаю, что власти нацелены на то, чтобы провоцировать строительство коммерческого жилья больше, чем, например, заинтересовать бизнес в том, чтобы создавались новые музеи, концертные площадки. – Простите, власть не строит жилье? – Ну, я вижу, что… – Жилье строит бизнес. – Ну, власть, имеется в виду, сподвигает к этому, может быть, тем, что создает условия, когда… – Ну, может быть, бизнес не просто вкладывается в то, что удобно. – Что такое власть? Власть – это дороги, по которым ты передвигаешься. – Ну, в принципе, да. – Да. То есть, когда, ну, вот чиновник, допустим, какой-то европейский деятель или бизнесмен намеревается приехать в Молдавию. Он запрашивает какую-то аналитику, там, количество населения, сколько заняты, в каком производстве. И ему очень быстро становится понятно, что он едет картиной сна. И тут он прилетает, едет по ужасным дорогам, но его окружает огромное количество люксовых автомобилей. – Ну, да. – Какой вывод делается? Что, в принципе, есть две экономики. Есть государственная история, которая вообще просто дышит еле-еле. И есть другая альтернативная история. То есть, есть параллельные направления. Значит, это, наверное, или сравнить с той же Европой, где ты приезжаешь в большие мегаполисы, и там преимущественно малолитражки в сегменте, там, даже ниже середины. – Да, но при этом какие дороги? – Да, при этом дороги, при этом медицина, при этом музеи и так далее. Понятно, что, допустим, билет «Метрополитен» в Нью-Йорке стоит до 100 долларов. Да, это один из крупнейших музеев мира. И по экспонатам там, это, конечно, один из первых номеров мировых. – Я думаю, посетители, то есть музей не испытывает недостатков посетителей. – То есть, он, по-моему, вообще государство к нему не имеет никакого отношения с точки зрения финансирования. Да, там покупательная способность, да, там туристическая мека, все понятно. Мы же здесь, понимаете, мы построены таким образом, что только за то, что мы чего-то не профукали, извините, – мы претендуем уже на орден. – Ну да. – Чиновник, делающий просто то, что должен делать, уже чувствует, что он… – Не мотивирован отдельно. – Да, что он герой. – Да. – Раздача орденов по непонятным принципам – это вообще за предел. То, что происходило в прошедшие годы, я просто не понимал, там мотивационная часть, и как объясняется, почему этот человек… – Герой. – Да, впервые приехавший, условно, в Молдавию, никогда здесь не выступивший, которого знать не знают, получает государственные награды этой республики, допустим, за какие-то заслуги непонятно. Ну и народ уже перестал даже на это реагировать, все уже поняли, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. То есть, как бы в массе своей народ уже с этим смирился. Поэтому у нас и динамика поток очень серьезная. – Ну, есть цифра – 114 человек в сутки покидают Молдову. – Да. И, к сожалению, дееспособны. Слабые не уезжают, потому что им уже деваться некуда. Уезжают сильные. Сейчас в общий с Дуб ездили в мини-турне, там Брюссель, Лондон, Париж. И продюсер группы говорит, подходили ко мне люди и говорят, мы с вами общались там. То есть, в эти годы эти люди еще работали в Кишиневе, и вот они уже ходят на концерты этой группы, работающей в тех странах. – То есть, они уже в Лондоне смотрят на сдобшие сдобшие? – Они уже приходят, потому что нельзя пропустить родное, но уже они там функционируют. Такая история. Про культуру. Но при этом вопреки таким симптомам, есть немало людей, которые очень переживают, стараются, фанатично преданные. Притом не только на поле культуры, в том же спорте. Я всегда поражался, как тренер может получать пару тысяч лей, и быть воспитателем наставника, отвечать, извините, тоже своей жизнью за то, чтобы ничего, ни в коем случае не случилось на тренировочном процессе. То есть, это огромная ответственность. Для меня это просто непостижимо, как это происходит и чем эти люди живут. Но честь и хвала, что пока сегодня, к сожалению, держатся не на системности подхода, а на фанатиках. Про культуру в том числе. Я вам больше скажу, у нас одна из площадок, сейчас не хочу просто, не про то передача, иногда нам сообщают, что опять аренда поднялась. Она почему-то поднялась. – То есть, спрос так растет. – Она, эта аренда поднимается в евроэквиваленте. То есть, не из-за лея, а просто вот в евро она почему-то всегда поднимается. То есть, цена растет, растет, растет. Вот сейчас вопрос, а как же мне сделать дешевле билет для людей? Невозможно. Потому что меня сегодня подталкивают к тому, чтобы только увеличивать. Единственный шанс удержаться, не поднимая цены, это идти к друзьям, товарищам, спонсорам, как-то объясняться, что вот делаем доброе дело, давайте поможем, потому-то, потому-то. И как-то пока получается. – Да. Ну, если уже вернуться к такой прикладной части культуры, на что спрос сегодня больше всего в культурной части, в гастрольной части? Что любит слушать, смотреть молдавские зрители? – Для меня вот тяжело понять, что такое молдавские зрители вообще. – Ну, уже классификацию какую-то мы привели. В всяком случае, ты их разделил на три. – Ну, я скажу, что, допустим, иностранные граждане, работающие так называемой экспатой, они очень в большом количестве посещают оперу, балет, так скажем, интернешнл искусство, которое не требует языкового сопровождения, да, скажем, большое искусство. Что касается тенденции, допустим, если раньше мы знали, что достаточно по телевизору два раза показать человека и на него пошли, сейчас это уже, слава богу, по мне, не работает. Люди уже хотят получать информацию более объективную о том, что называется качеством работы артиста. То есть, как бы, уже просто продать фальшивку уже очень сложно. То есть, надо… Когда даже такое происходит, ну, этот артист один раз приезжает, и больше на него не ходит. – Ну, да. – Никто не ходит, да. Сегодня, допустим, еще вот где-то до 2009 года, я почему-то думал, что с появлением большой площадки мы можем изменить вообще всю карту гастрольной деятельности с точки зрения массовой культуры. Но вот после 2009 года какие-то начались процессы, которые у массы деньги испарились. То есть, сегодня в Молдавии деньги есть у полутора тысяч человек. И вот получается… – Очень короткий список. – Да. Мы облизываем одних и тех же людей, пытаемся их накормить нашими предложениями. То есть, широты никакой нет. То есть, и они ходят в силу узкости, допустим, предложения, они ходят фактически на все. Либо на артист. Артист нравится, либо себя показать. Вот как бы два ве мотивации. То есть, я вижу одних и тех же людей, что на концертах, что в театре. – Я понял. Ну, буквально недавно ты был одним из… или был, в общем-то, главным организатором того концерта, который прошел на площади. На главной площади у нас есть в Кишиневе. Он был посвящен Дню Великой Победы. И я видел, сколько собрало людей. Вот, кстати, продолжение разговора… – Я не был организатором этого концерта. Я выполнял сугубо техническую функцию. – Ну, предоставлял техническое оснащение для проведения этого концерта, если так поправлю себя. И я наблюдал за тем, сколько людей пришло посмотреть. Ну, во-первых, возможно, конечно же, здесь то, что эта площадка была абсолютно открытая, доступная, и поэтому такой был приток. Но мне показалось, что приходили люди, которые охотно хотели слышать этих артистов. – Ну, вот представляете, да, что… То, что стоит в зале, допустим, от 500 до 2000 лей, тебе вдруг дают возможность послушать так, да. Конечно, если правильно людям рассказать и информировать, они, естественно, появятся. Еще здесь один такой мотивационный момент все-таки – это обложка. То есть, как бы, определенный праздник, дело святое. Как бы, вот на этой теме оно, как бы, все и срастается, да. Это примеры, знаете, как… Может быть, будет грубый пример. Дорогая ложка к обеду. Это про салат оливье на Новый год. То есть, как бы, ну, невозможно, представьте себе стол без этого блюда. – Ну, да, потом мы его целый год не видим. – Да, потом можно и не… – Особо не не жаждет. – Да, но тут обязательно должно быть, то есть, как бы, да. Поэтому, допустим, в новогоднюю ночь привези людям какого-то хорошего артиста, пойдут, потому что по настроению. То есть, как бы, это, как бы, не совсем, скажем, объективный момент, но пришли все, у кого были возможности, кто находился. Тут же главное что? Дать правильный месседж и получить тот народ, который реагирует на него. Главное, не обмануть ожидания. То есть, скажите людям, чему посвящено, что будет происходить, и ни в коем случае не злоупотребляйте и в своих целях, так скажем, не прокачивайте, не обманывайте их ожидания. – Да, не используясь моментом. – Не используйте, да. То есть, люди пришли по доброй воле, значит, они пришли на праздник, посвященный данному контексту. – Эта категория относится больше к честности, то есть, честности в культуре. – К порядочности того, кто это организовал, скажем, да. Потому что на любую вещь есть спрос. Главное, людям честно анонсировать и подтвердить то, что ты предложил людям. Исполнить те обещания. Вот такая вот история, что касается прошедшего. – Если заглянуть за кулисы, люди, которые, ну, мы относим их к людям к культуре. – То есть, звезды, артисты, певцы, исполнители, музыканты и так далее. Сами-то она, как носители культуры, отвечает этому званию, вот если заглянуть, так сказать, за кулисы этой жизни. – Ну, я, знаете… – Или это выдача профессиональных секретов. – Вы знаете про понятие «врачебная тайна», да? – Да, я уже понял. – По вот этому, ну… – Дело в том, что они тоже все настолько разные. И для меня есть один эталон. Это… Сделал шаг на сцену, отвечая понятию «артист». А это есть просто неписанные правила, чего ты не имеешь права делать на сцене. Дальше вопрос кто-то более профессиональный, кто-то менее профессиональный. Вопрос репертуара и так далее. У каждого есть тот набор, который нравится людям, свою армию поклонников имеет. Но есть вещи, которые запрещены делать, там, торговать ложью, допустим, да, там, вводить заблуждение, призывать к расколу. То есть я считаю, что артист не должен на сцене заниматься обучением. То есть артист должен на сцене не учить. Он должен качественно исполнять свой материал. Мне, например, не нравится, даже когда мировые звезды этим занимаются. – Ну, вопрос возникает. Даже в Анецке в этом смысле артист или все-таки что-то другое? – Он писатель, он не артист. Это жанр другой. Ты когда идешь на такой сложный продукт, как Михаил Михайлович Жунецкий, дай бог ему здоровья, долгих лет, ты изначально понимаешь, что ты идешь слушать мнение человека. При том, что это все происходит в рамках того материала, который он пишет. Но этот человек не занимается насильственным впариванием своей позиции. Ни в коем случае. Там нет как такого обучения. Это мысли вслух. – Есть какой-то образовательский все-таки посыл. Его хочется слушать и прислушиваться. – Не, образовываешься ты в силу, насколько ты готов воспринимать ту или иную информацию. Ты по-любому образовываешься. Но тебя не навязывает мысль. Тебе не говорят, что только так правильно и никак не ничего. – Правильно, есть выбор всегда. Это главное. – Я говорю, когда про мировые аналоги. Допустим, мне не нравится, когда артистка Мадонна превращает свой концерт в агитационные митинги. И рассказывает мне, что есть хорошо, что есть плохо. Я как бы сам разберусь. Я вас ценю за ваш материал. Я пришел, слушаю. Также мне не нравилось. Есть многие артисты, которые из концерта устраивают монологи о своей личной жизни и так далее. То есть, ребята, в этом жанре предусмотрено исполнение музыкального материала. – А остальное все для блога. – Да. Остальное, пожалуйста, на кухне общайтесь, сколько хотите. Под занавес тогда нашей встречи, что ждет в ближайшее время Кишинев, жители Молдовы, которые интересуются, ну, не знаю, интересуются теми, кто осуществляет гастроли, кто приезжает к нам с гастроли. – Не, ну, по афишам-то видно, кто приезжает. Просто вот я, может быть, буду чуть злоупотреблять сейчас. Вот тот проект, который сейчас в ближайшей неделе произойдет, в 3 июня, на площади Prodigy, в которой группа приезжает впервые такого уровня. – Ну, легенда практически. – Ну, да, так и есть. – Рок-музыки. – Почему хочется об этом проекте чуть сказать, это потому что все-таки редко, то есть прецедент в чем будет, это коммерческая составляющая площадиного концерта. То есть это нельзя сказать, что мы привыкли к таким форматам. Я также знаю, что очень многие поклонники их творчества хорошо отреагировали на факт того, что билеты будут. А знаете, что дают билеты? Билеты дают уверенность к тому, что случайных людей не окажется. Ну, надо быть полным идиотом, купить билеты на то, что ты не имеешь представления. А в свою очередь организаторы постарались сделать так, чтобы они были как можно меньше стоили. Я знаю точно, что нигде в мире на этот коллектив билеты не стоили таких денег. Но это, наверное, произошло в первую очередь, потому что сильный спонсор захотел, чтобы это произошло. Артур, спасибо за этот неспешный разговор о культуре. В общем-то, в каждой такой встрече, в каждой такой программе мы, как правило, обращаемся взгляд на себя посредством этих бесед, пытаемся увидеть, какие мы. И часто, мне кажется, нам удается, и зритель оценивает это по-своему. Будем продолжать беседы, встречаться, если не против. У нас много проектов на телеканале, которые можно будет осуществлять. А побольше бы вам гостей, которые имеют свое мнение. То есть, даже, может быть, они не правы, но я считаю, что я лично готов воспринимать любую мысль. Может быть, даже с ней не соглашусь, но главное, чтобы были мысли. Это главное. Это хороший тезис. Главное, чтобы были мысли. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был продюсер Артур Сухих. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин